Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуй. Наконец-то наша встреча состоялась. Я очень рада, что она состоялась в том числе и по очень классным, таким творческим, замечательным поводам. Ну, во-первых, если вдруг кто еще не знает, это, конечно, выход альбома, это клипы, ну и, разумеется, много чего интересного. Вот обо всем прям подряд, потихонечку и будем общаться. Я тебя поздравляю с выходом альбома. Спасибо. Пятый по счету. Правильно я посчитала? Пятый сольный альбом. И если кто-то вдруг еще его не скачал, хотя он уже есть в интернете, на всех платформах, музыкальных, доступен, я уже скачала, но знакомиться с ним буду сегодня в автомобиле по пути домой. Вот. Что я могу сказать? Уже в релизе здесь сказано, что Илья здесь снова нас удивляет. Здесь Илья снова пытается, ну, я не знаю, может быть, удивить самого себя, что ли, да? Я каждый раз удивляюсь. Это правда. Ну, да, посмотри, тут даже, что, что, еще больше живых инструментов. И госпелорганы 70-х, и качающий групп барабанов. Расскажи, пожалуйста, что ты там еще изобрел и что доселе неслышанного в твоих альбомах мы можем услышать в новом альбоме, который называется «Слушай, молись, люби». Да, слушай, молись, люби. Ну, это все бездушные пресс-релизы к альбомам, они ни о чем, конечно, на самом деле не скажут. Да, да, да. Хотя бездушные, а уже хочется послушать. Уже хочется? Да. А, нет, значит, все нормально. Что могу сказать, что, конечно, к этому альбому совсем какой-то, не то, что даже иной подход, а я просто стал другим. Я еще больше вырос во всех отношениях, и, наверное, в связи с этим мне стали приходить другая информация стала ко мне. То, что я считаю, что это не мы пишем, а мы лишь записываем. И ко мне вот пришла такая идея «Слушай, молись, люби». Я хочу, чтобы эта музыка… Слушай, какие важные слова. Вот я хочу тебе сказать за отдельное спасибо. Просто три этих слова, но они невероятно мощные. Ну, в них все. И в музыке музыка это подтверждает, само собой. Мне хотелось написать что-то, чтобы грело людей сейчас, в наше время. Потому что время немного стало каким-то еще более жестким. И вот этот везде хайп, хайп, хайп. Тачки, телки, тентантын и прочее, да. Что уже не очень-то греет как-то. Да, молодежь немного выбирает сейчас такой путь «яркий», так скажем, в кавычках. Вот, поэтому хотелось бы что-то такое внести. Но при этом драйвовое. Ну, ты же вот какой-то этой мудростью обладаешь еще, не знаю, с самых ранних-ранних времен. Я пересматривала твое интервью, там, 1900 мохнатых годов. Спасибо за комплимент. И молодой парень, только-только делающий шаги, но, безусловно, уже талантливый, потому что там отзывов огромное количество, но он произносит слова. Я убежден, что каждое слово, каждая песня — это мощный посыл энергетический во вселенную. Это невероятная ответственность. Это очень мощный. И я думаю, что таких единиц, особенно в том возрасте, когда ты произносил эти слова, кто понимал бы так же, как это ты. Однако ты тогда совершенно уверенно об этом говоришь. На другую чашу весов немножко тут влажности какой-то, искренности и честности, и настоящего чего-то такого, что делает людей лучше и счастливее по-настоящему, а не веселее в конкретный период времени. Но ты вот в этом серьезном подходе невероятной честности идешь же с самого начала своего творческого пути. Ну, по сути, да. И получается так, что… Были разные песни, но никогда не было зашквара, так сказать. Ну и различные сотрудничества, конечно, у которых у тебя уже просто приогромнейшее количество, но о которых мы тоже, может быть, поговорим, если останется время, поскольку все-таки сейчас не те люди, которые с тобой сотрудничатся, главные герои нашей встречи, а, конечно, это ты. Клипки «Ты» также совсем недавно появился на просторах интернета. Сегодня у нас состоится премьер в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Ты его так запустишь, благословишь его на теле и радио. Ну, он уже поплыл, да, на самом деле, по всему миру, по всей планете. Ну, очень красивое видео. Ты и в картинке видишь, подходишь тоже как-то очень невероятно серьезно. Давай расскажем сразу про видео, потому что очень скоро перейдем к просмотру. Ну, во-первых, съемки в Армении проходили. У меня давно не было клипа, и я решил, новый альбом, вот я возьму и сниму на все песни с альбома клипа. Потому что там семь, в принципе, нормально, можно снять семь клипчиков. Да, можно, ну, мы вот и смогли. Выбирали долго место, но как-то все сошлось на Армении. Полностью все. И как-то бюджетная сторона тоже имела место. Конечно, я бы куда-нибудь улетел на край света, но это очень дорого. Мне нужно было взять с собой команду из двух человек. Поэтому прекрасная Армения нас приняла радушно и своей природой окутала нас и дала нам такую картинку, такие локации, что песни ожили еще больше. То есть они приобрели визуальность. Если песни — это душа, то их клипы — это их тело. Ну, так вот можно сказать. Поэтому «Киты» — это первый сингл. Мы сняли его в просто легендарном месте. Потрясающее озеро Сиван. Ну, самое большое просто в Армении. Это потрясающе. Мне казалось, что там где-то сейчас динозавр пойдет. Ну, я вообще такой впечатлительный, малый. Но не вышел, скажи, динозавр. Мы еле начали снимать. Мы просто стояли, о боже, какая красота. Хотелось это все передать, отдать людям и напомнить. Просто чтобы смотрели и еще раз вспомнили, как же мир прекрасен, и не стоит тратить время на какое-то просто непотребство. Ну, давай тогда вот прям с этих чудесных слов и начнем просмотр. Друзья, внимание на экраны, ближе к приемникам. «Киты» Илья Киреев. Премьера на телерадиоканале «Страна FM». Киты, друзья, клип и песня только что в эфире телерадиоканала «Страна FM». У нас сегодня в гостях Илья Киреев, автор этого потрясающего музыкального произведения, так же, как, конечно, всего альбома «Слушай, молись, люби». Абсолютно новый альбом из семи композиций, в том числе там же композиция «Киты». Илья, спасибо тебе огромное. Потрясающая атмосфера и классный клип, ну и песня. Конечно, тут все очень-очень-очень классно. Ты уже стал рассказывать, что семь песен, и, значит, на все семь песен сняты уже клипы. Два готовы. Кстати, один мы тоже посмотрим, второй, который по счету сегодня в эфире. Остальные пять тоже сняты. Все клипы в Армении в итоге снимаются? Да, все в одной стране, в разных локациях. Потому что все песни как-то похожи друг на друга, хотя вроде бы и не похожи на первый взгляд. Ну, я думаю, что здесь как кармически чисто они похожи. А Армения объединила тоже все в картинке. Ну, без сценариев, конечно, без каких-то, но это, что называется, муд-видео. Сколько времени пришлось вам привести для того, чтобы снять семь клипов? Семь клипов и шесть дней. Шесть дней? Ух ты, молодец. Ну, пять съемочных. Отличная и неделька такая, отличная. Супер, мы посмотрели прекрасные места вообще. Объехали практически все, наверное, там. Да, практически все объехали. И это теперь, видишь, как здорово, останется у тебя навсегда в жизни в виде ростера. Да, и приятный, и с полезным совместит. Ну, и я думаю, что ты привлечешь таким образом еще огромное количество туристов туда со всего мира. Так что мне кажется, что Армения каким-то образом должна тебе, ну, тоже некую благодарность, наверное, объявить. Попозже точно, но не сейчас, может быть. Скажи, пожалуйста, это всегда интересно. Именно эти семь песен, почему они оказались в альбоме, вот это тоже продиктовано каким-то образом тебе свыше? Или это какие-то моменты, все-таки ты думаешь, ладно, это в следующем, это сюда, слишком девять многовато, лучше семь. То есть, все-таки какой-то некий такой анализ и подход имеется. Некоторые коллеги пишут так, что они делают там 20-30 песен, они сочиняют, и потом выбирают, что войдет. Я стараюсь трек за треком писать именно сразу в альбом. Но в итоге отсеял где-то тут, наверное, семь, опять же, еще семь я отсеял и оставил вот тут именно их. По своим каким-то внутренним соображениям, но это, опять же, не поддается логическому объяснению. Вот просто так почувствовал, захотелось именно их и в такой последовательности. Все знают, что ты каждый свой трек готовишь самостоятельно на студию у себя, в всяком случае, ты это в интервью. Я вот как раз хотела спросить, альбом «Слушай, молись, люби» он тоже полностью рожден в твоей студии, твоими собственными ушами, мозгами, сердцем, руками. То есть, это я аранжировку включаю? И ни одного человека со стороны не было привлечено в работе полностью. Все аранжировки, каждый звук, который в этом альбоме, он мною издан. Это не хорошо, не плохо, это мой прикол такой. Мне так нравится работать, я так умею работать и хочу. И привык, надо сказать уже. За долгие годы. Илюш, спасибо тебе, что ты сегодня с гитарой. Это значит, что мы услышим самое живое исполнение. Отлично. Это какая-то особенная гитара в твоей жизни или гитара и гитара? Она особенная становится после какого-то определенного периода времени. То есть, я думаю, что может быть через десяток-два лет она будет реально особенная. Какая-то особенная, тогда мы поговорим про нее уже, да, ей биографию какую-то. Это гитара была записана на том легендарном альбоме. Альбоме, да, слушай, молись, люби. Что мы сейчас послушаем? Сейчас я бы хотел исполнить следующий композитор, называется «Простое люблю». Кстати, именно эту песню я написал пять лет назад. Она ждала своего часа. Да, я искал к ней подход, не мог его найти очень долго. Разные аранжировки даже были. В итоге, и разной гармонии, в итоге она звучит просто под гитару на альбоме. Класс. То есть, вот такой выход. Отлично. Ну, давайте слушать. Простой люблю, сорвалось нечаянно с губ. Ты смущенно отвела взгляд. Все стало так неважно, и я влюбляюсь дважды. Эта любовь, как снег в июле, на голову мою нашлась, кто бы мог тогда подумать, запела вновь моя душа. Ставься. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Ставьте. 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 уже наверняка упражнениями, или ты просто однажды проснулся, и вдруг ты обнаружил у себя. Когда много-много поешь, много пробуешь, у тебя что-то начинает получаться вырисовываться. Я просто как-то, у меня это случайно получилось в запале моих страстей. Получилось. И я начал это культивировать и просто развивать. И как-то вот пошло-пошло-пошло. Слушай, тебе самому не волнительно, немножечко не страшно от того, что это здорово, классно, что есть этот процесс, а дальше-то что будет? Дальше-то, значит, еще какие-то штуки появятся? Еще более крутые? Есть еще то, чему хочется научиться, вот так скажем? Хочется научиться абсолютному владению на живых выступлениях. У меня нет с этим проблем, но я всегда пою по-разному. И всегда пою... Так в этом же и кайф как раз. С одной стороны, да. Но с другой стороны, люди на концертах, они не могут подпевать мне, потому что я пою песню по-другому. А я не могу, я даже с мускантами... Это не та песня. Это не та песня, да, мне говорят, спой как в оригинале. А для меня скучно уже петь одинаково. Ну, конечно. То есть я даже сейчас там накрутил столько сверху лишнего. И сейчас думаю, ого, Илюха, что это? Ну, что ты делаешь? Хулиган, короче, хулиган. Так, Олеш, ну, это классно. У нас сейчас клип. Слушай, Малис Люби, есть что сказать о нем, помимо того, что мы уже знаем, что он снимался в Армении, может быть, какая-то особая мистическая история с ней связана. Слушай, Малис Люби, да, это... Я бы не сказал, что это заглавная песня с альбома, но она названа, как и альбом, и она в себе несет, наверное, смысл альбома, смысл того, что я хотел донести людям, именно вот про слушать, про молиться, про кого, чего любить. Это каждый выбирает сам, и я... У меня недавно задали мне вопрос. Кого слушай, чему молись, и кого люби, или что люби. Да, скажите нам, пожалуйста. Да я сам не знаю, мне пришло, вы уже разбираетесь. Каждому свое. Конечно. Но главное, чтобы это было... Имей еще уши, услышат, да. Ну, давайте, внимание на экран. У нас сегодня в гостях Илья Киреев. Слушай, молись, люби. Так называется новый альбом, который, конечно, нужно скачивать, слушать с большим удовольствием, ну, и ждать появления новых клипов, потому что на каждую из семи композиций Илья уже снял клипы. Два готовые, мы их уже посмотрели, а значит, впереди еще целых пять. Ну, это здорово, интересно. Чуть-чуть растянем удовольствие. Как они будут появляться дальше? Каждую неделю клип? У нас была премьера всего альбома 28 мая, а первый клип мы показали, как затравка с китами как раз 22-го. И с этого момента раз в неделю будут выходить по одному видео. Все, тогда прям сидим на твоем канале на YouTube. И, кстати, да, нужно обязательно смотреть слушатели радиоканал «Страна ФМ», потому что у нас тоже достаточно оперативно все появляется в эфире. И на оба канала подписаться еще желать. Обязательно, разумеется. Колокольчик, лайк, вот это все. Ну, а как без этого, боже мой? Конечно, у нас такое время, да. Ильюх, ну, тема, которую с тобой затрагивает каждый журналист. Слава богу, ты уже к этому привык, может, даже подустал. Ну, а куда деваться опять-таки, да? Ну, это про твою самобытность, твой талант и уникальность. Ну, без музыкального образования знает мальчик Илюша, сам занимался с первого класса за фортепиано у бабушки, да с дедушкой, если я не ошибаюсь, где-то. И абсолютно на собственный свой слух подбирал все, что слышал. Что именно ты слышал тогда? Что ты подбирал? Я только говорю, что вот раньше, когда ты говорил, у меня нет музыкального образования, и при этом ты давал концерт, это было, типа, как интересно. Это я хотела дальше продолжить. Сейчас это просто, мне даже стыдно, я хочу это убрать из всех пресс-релизов своей биографии. Про образование, потому что сейчас настолько, не то, что у людей нет образования, они занимаются музыкой, у них даже обычного образования нет. Знаешь что, просто дело в том, что у некоторых людей, у которых нет образования, это все равно слышно, А вот что касается тебя, вот здесь как раз-таки, как раз большое удивление возникает, понимаешь? Ну, правда. У меня было с первого класса, была учительница, которая по музыке, которая приходила на дом, и я занимался на старом пианино дедушке с бабушкой, и как только мы поняли, что ноты я не смогу осилить, потому что для меня... Да вот казалось бы, что там такого космически сложного? Для меня это было космически сложно. Я не знаю, что кому казалось, мне казалось, что это просто невозможно. Это нереально вообще, да, осилить. Потому что музыка для меня, написанная как-то вот этими закорюками, это как-то не сочеталось. Для меня музыка был полет вообще, души и тела тоже. Поэтому мое тело, точнее кончики моих пальцев, просто скользили по клавишам, я снимал с пальцев руку, учительницу в общем. Обалдеть. Ну ты тут легко рассказываешь, но люди, которые сейчас услышат, попробуют сейчас подойти и снять что-то там такое же, не получится, абсолютно точно. То есть ты подбирал, запоминал зрительно, в том числе, не знаю, все там у тебя было включено в тот момент. Да. Это были классические произведения, не знаю, Моцарт, Бах, или что вы там играли, что вы учили? Ну и там серия «Лунная соната», классика там, «Титаник» в следующем шоу. Ну а что, это все абсолютно играли, да. «Битлз», что-то, «Естодей», там. Нет, не по классике, конечно, потому что сразу мы поняли, что… То есть Баха ты так никогда и не играл. Другое. Что? Баха ты так и не играл. Бах в моем сердце. Ну ты его слушал, да? Надо сказать, я слышал много раз. Можно так сказать, да. Ну и что, и прям дальше уже сразу стали собственные композиции появляться? В школе, в старших классах, да. Попозже уже я начал писать только музыку. Прямо записывал аранжировки музыкальные, чисто музыка. И где-то с девятого класса мне подруга одна моя сказала, давай тебе нужно писать, короче, песни. Пиши слова. Пора. Пиши слова. Пора, сказала подруга, так. Я начал записывать уже вместе со словами. И было очень много песен написано, они до сих пор у меня лежат в полке. Это интересная такая штука. Что касается вот твоего такого, там, первого, наверное, выхода, вот, 2007 год, да, все верно, я нашла информацию. Сольный концерт в твой клубе, и ты вот как раз говоришь, что там были Вася, Баста, Вахтанг и другие артисты, которые тебя благословили, да, на твой творческий путь. Это уже сольный концерт, то есть ты уже целую программу подготовил к тому моменту. Техника молодежи тогда было место, такая, мека просто. Это очень было крутое заведение, где было творчество и молодежь. Вот прям техника молодежь четко. И мы забили полностью его, он был большим, первым сольный концерт и с благословением таких крутых ребят, которые сейчас еще круче стали. Ну, крутые ребята, ты-то и сейчас их так называешь, а тогда ты их называл метром. Метрами. Эл Касту, Басту в том числе. Ты их называл метрами, отечественные. Хип-хоп и R&B. Скажи, с тех пор у тебя как-то метры поменялись для тебя, или по-прежнему метры Баста и Каста? Честно говоря, что-то поменялось, что-то нет. На этом концерте еще меня поддержал Фьюз из группы Крэг. Этот человек для меня, как музыкант, как творец, я его считаю уже на данный момент гениальным и легендарным. То есть когда-нибудь он будет вот про таких, будут говорить, это наша легенда. Величайший музыкант современности. Величайший музыкант, величайший поэт, писатель. Как бы это грубо и пошло не звучало, высокопарно, сейчас у нас очень эпоха вульгарности такой во всем. То есть если не красивое, а сочное, ну то есть вот я об этом. А кто-то поменялся, кто-то для меня немного. Но не сильно. Ну и сильно. Время бежит, время меняется, все меняются. Ну да, конечно, все мы меняемся. Но во всяком случае ты не изменен в стиле своем. Может быть я что-то упустила где-то из творчества. Вот как раз я вспоминаю тебя в том самом интервью больше 10 лет тому назад. Тебя спрашивали о том, как ты думаешь лет 40. Кстати, ты тогда 40-летних старенькими назвал. Я как-то думаю, да. Я бы половину. Я бы половину. Удалил информацию. Сжег интервью просто. Я не могу на себя смотреть и слушать. Да я, мне кажется, даже после этого эфира буду краснеть. Да перестань, ты все отлично. Так вот ты тогда тоже сказал, что что бы ни происходило, каким бы я ни был, но у нас не всегда будут какие-нибудь там приспущенные широкие штаны, футболка и кепка. Классики и костюмов не будет никогда. Это все так и есть. В этом ты верен в себя остался. Только так, да. Кеды, широкие левайс, широкие футболки такие. Ну и, конечно, не глэм хип-хоп, не глэм рэп. Все-таки я уже папа. Все-таки уже папа. Папа, спойте нам, пожалуйста. Очень хочется послушать очередную песню из альбома «Слушай, молись, люби». И пару слов. Пару слов про песню, да? Песня называется «Не о чем...» О, нет, это другая песня. Песня называется «Не понимаешь». Ну, сложно сказать, о чем песня. Все услышите, в общем, сами. Прекрасно. Вот это подводка, вот это я понимаю. Это выход из ситуации. А ты не понимаешь и не представляешь, Как я сильно в тебя влюбился. Ты не замечаешь, не хочешь, не даешь, Как мне теперь с этим мириться? Ты не понимаешь и не представляешь, Как я сильно в тебя влюбился. Ты не замечаешь, не хочешь, не даешь. А ты... Ты не понимаешь... Ты, 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 ты... Ты не замечаешь Звонил День раз по пять я дурил Сам с тебе неприятным всё звал В кино и розы, кстати, цвели Мы пахли так приятно Love you Твои холодные взгляды Простыл Хоть это было не в планах Пробил Серый дождь, поспай, тут всё смыл Даже как-то приятно А ты не понимаешь и не представляешь Как я сильно в тебя влюбился Ты не замечаешь, не хочешь, не таешь Как мы теперь с этим мириться Ты не понимаешь и не представляешь Как я сильно в тебя влюбился Ты не замечаешь, не хочешь, не таешь Ты, ты не понимаешь Ты, ты, ты не представляешь Лови, теперь мои обидки считай Теперь свои ошибки листай Мою жизнь сквозь сенсор Ставь лайк Хоть я тебе не к сердцу смотри Мои цветочки вянут Зачем тебе другой парень лучше Чем можешь ты представить себе Сама ты проиграешь Ты не понимаешь и не представляешь Как я сильно в тебя влюбился Ты не замечаешь, не хочешь, не таишь Как мне теперь с этим мириться Ты не понимаешь и не представляешь Как я сильно в тебя влюбился Ты не понимаешь Ты, 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 ты Не представляешь О-о-о-о-о-оу Илья Киреев 口 Лучшая в стране! Спасибо тебе огромное! Спасибо, спасибо, спасибо! Это очень круто! Ну вот слышно же, слышно! Чего только нет в твоей музыке! Бабах! Каких только стилей, жанров И всего прочего намешанных! Ну да! Или на сегодняшний день ты как-то можешь сформулировать свой собственный стиль? Нет, не могу. Я раньше совершил ошибку и написал на себя клише R&B-исполнителя, взял на себя вот эту какую-то корону, которую все выбросили, и одел ее на себя, я R&B-артист номер один в России. Но это не я придумал, это придумали те люди, которые меня представляли. Ну люди зря не скажут, как говорят. Меня представляли просто раз за разом R&B-артист номер один в России, Илья Киреев. Я выходил на сцену, такой интересно, громко, провокационно, взял себе и как-то понял, что это стало моим таким потолком. Это очень узко для тебя. Да, этими кавычками, в которых я должен играться теперь. Должен поддерживать какой-то имидж, песни какие-то должны быть. Потому что все начали уже ждать, ну давай, это же R&B, а у нас же все очень извращено. Есть там стили, в Америке ритм и блюз, это Алиша Киз, это такое что-то очень крутое, душевное. У нас R&B — это rich and beautiful. То есть это вот как раз хайп, да. Ну в общем, да, и с этим альбомом к этому времени я трекся от этого звания великого. Есть просто теперь один такой стиль, жанр, тренд Илья Киреев. Да, просто музыкант Илья Киреев. Меня потом сами как-то крестят, что это было. Джаз в твоей жизни появился в раннем возрасте достаточно, в пятом классе. Причем не просто появился, не знаю, в качестве какой-то пластинки там или диска, или видео. Джаз? Да. Да, я хочу очень, чтобы ты рассказал об этом, потому что он очень слышен в твоей музыке. Я очень много слушал джазовой музыки, да. Даже перечислять это глупо, потому что их, правда, было много артистов. Джаз, ритмин, блюз, блюз на меня очень повлиял. У меня Костя Купервейс, это человек-музыкант, человек, который прожил 18 лет с Людмилой Марковной Гурченко. Это друг нашей семьи. Он привил мне любовь к блюзу, к джазу. Ну это он тебе какие-то пластиночки приносил? Приносил, да, приносил, ставил. И более того, мы слушали с ним их вместе, и я видел реакцию на каждый какой-то прием клавишника, что-то сыграл. И Костя такой, вот, слышал, вот это круто, вот это здесь душа музыкальная, вот здесь вообще вся суть. И я пытался поймать, пытался ловить. Не пытался, я кайфовал, но я не знал, как это технически, что это. И потом самообучение привело меня к тому, что сейчас есть. Но в итоге я же не стал исполнять джаз, но в каждой ноте, по сути, можно найти корни. Это что ты используешь, конечно, конечно, это слышно. Но ты не стал исполнять джаз по какой причине? Ну просто тоже это для тебя очень узко, да? Это не твое прям авторство. Наверное, любая, да, жанровая, стилистическая принадлежность, это по-любому маленькая комнатка. В любом случае. Послушать там, да, все там есть, и латино, и поп, и... Все, правда, там слушать и не переслушать, и копать, откапывать для себя, искать что-то, заново-заново открывать. Послушаешь второй раз, что-то еще новенькое услышал и так далее. Илья, в твоей жизни были проекты телевизионные, всем хорошо известные, в том числе «Голос», достаточно успешное там участие, да? «Победитель» был, что-то еще я его упустила, да? «Голос», да, до четвертьфинала я дошел. И программа «Победитель» тоже на Первом канале, там вообще до финала, то есть у меня остался один человек. Ну, то «Победитель» все равно, конечно, это очень круто. И ходят, знаешь, в интернете тоже такие стручки с твоего интервью, где ты признаешься, что ты был уверен, после «Голоса» ты проснешься знаменитым. Но однако этого не произошло, да? То есть твой уровень популярности примерно, он каким был, таким и остался. Он дал очень много на самом деле. Я, конечно же, «Голос» для кого-то сыграл, как для Антона Беляева, например, который после этого, да, проснулся знаменитым. В общем, да, неважно. А у меня история своя, у каждого свой путь, но мне дал «Голос» очень много. Это не пустые слова, не на камеру, знаете, действительно. Хотя бы ты не на Первом канале, поэтому ты здесь мог бы как угодно говорить. Да, да, да. У меня после этого был фильм большой, полный метр «Голоса большой страны». Это же твоя мечта вообще была с фильмом, связанная. Да, это просто нереально круто. Мечта юности. Сняться в полном метре с этой большой командой и увидеть себя в кинотеатре. По всей России. Мы ездили, представляли это кино по всей России. Неважно, что оно провалилось, как и большинство проектов российских, совсем неважно. Важно то, что я там был, я увидел, я попробовал, я знаю, что это такое, я знаю, как люди к этому относятся там, делая это. Поэтому после этого я стал осторожнее в критике, знаете, таких больших проектов. Любых, да? Мы говорим не только про кино, а вообще про любой какой-то проект. Если что-то создаётся, если большое, то оно не просто так создалось, и там очень большие задействованы вообще ресурсы человеческие, энергетические, и вот так вот просто огульно что-то. Если только это не несёт конкретную, знаете, вот чернуху. Ты разочаровался в кинематографе российском? Нет, сейчас просто пока время такое. Сейчас нужно, чтобы было больше света, больше добра, и тогда будут смотреть светлые фильмы и добрые. Но не совсем всё просто у нас в стране, но не об этом. Но в стране FM всё замечательно, это самое главное. Спасибо, да, это правда. Мы тоже свет распространяем по нашей стране. Да, вот, вот, даже в сегодняшнем. Да. Поэтому, с чего вот я ушёл просто? Мы с тобой начали говорить про то, что не накрыла тебя такая слава после голоса. Какой-то фильм, где-то я поехал, меня пригласили, у меня было очень много концертов, на самом деле, и мне говорили, что мы о тебе слышали до проекта, мы просто боялись тебя привезти в тот или иной город. Или там было много корпоративов, я где только не выступал, и, в общем-то, это было очень весело и дорого. Класс! Ну, всё должно дальше идти ещё круче. И так же весело, и, конечно, дорого тоже. У меня, во-первых, другого нету пути, у меня семья, я занимаюсь только музыкой. Мы сейчас посмотрим твой клип «Окна» и послушаем песню. Будет ли здесь какое-то предисловие сказано? «Окна» песни — это было начало моего перестроения на другие рельсы, после которых я просто свалился в какое-то дыру, в забвение личностное такое. Было мне очень непросто. Это до конца не прошло сейчас, но, по крайней мере, сейчас мы семимельными идём наверх, а тогда это было падение. Но это было падение вот именно с этой песней, которая стала таким маяком, и она осталась этим маяком. Но тогда для меня этот маяк погас. Но теперь он опять загорелся, всё хорошо, я вот. Ещё ярче, ярче. Друзья, «Окна» на «Стране ФМ». У нас Илья Киреев сегодня в гостях. Слушай, молись, люби, замечательный альбом, новый альбом, который нужно обязательно скачивать, слушать, смотреть клипы. На все семь треков, семь клипов обещаны, значит, все они семьи будут тоже. Давай мы поговорим про слушай, про люби, про третье слово в названии твоего альбома. Ну, немножко хочу поговорить про твою семью, про дочурку, ты сам так достойно, гордо и с любовью сказал, что я же папа теперь, мне же. Но, Миле, два годика, да? Ты мне признался в интервью. Будет очень скоро, будет два годика. Ну, скажи, уже наверняка есть 100% какие-то задатки, способности, музыкальный, талант. Внимание очень требует и любит. Ну, как и все, наверное, дети, но тут прям видно, что человек в прошлой жизни знал, что такое сцена. Мне кажется, она прям умеет себя поставить и прям четко считывает, как на нее реагирует. И если хорошо реагирует, она продолжает. А ты же понимаешь, что сейчас тоже очень важно ей какую-то музыку слушать или нет? Или вы не уделяете особого внимания музыкальному? Мы пока об этом не задумываемся, но она волей-неволей в любом случае слушает. То, что дома звучит, да? То, что папа слушает, мама слушает. А у мамы что обычно? Тоже вкус, дай Боже, то есть это она полностью все слушала, что и я. Это, ну, я возьму как флаг. Давай. Алиша Кис, Кристина Агилера, Лаба Блада, вот все. Ну, она это слушала не потому, что ты был рядом, а вы ведь уже достаточно долго. Она тоже с детства слушала, ей нравится. Вот, да, то есть здесь не сговариваешь, что называется, просто у вас был похожий вкус. Я в Москве, а она в Барнауле не сговариваешь. То есть до Барнаула тоже дошла эта музыка. Скажи мне, пожалуйста, вот для себя, супруга твоя, она является, скажем так, музой, вдохновляет тебя, поддерживает тебя абсолютно в любой твоей мысли, в любом твоем начинании? Или она может даже порой где-то не привить интереса, может даже покритиковать тебя? Как у вас это происходит? Она муза в общем понимании для меня по жизни. Она очень сильная женщина, очень мудрая. Не каждая сможет с артистом, с музыкантом быть, хотя я не самый хулиганистый из этого народца, так сказать. Но при этом я сложноват, конечно же. Мне хочется, мне нужны особенные условия. Особенно, когда я творил, то есть это было просто. Я засыпал, когда они просыпались. Ну, расскажи нам эти ужасы, расскажи, пожалуйста, как это, что? У меня есть кабинет, студия моя. Ну и не трогайте тебя, и все, казалось бы. Да, не трогайте меня, пожалуйста. Еду подставляйте к двери периодически. Поцеловали меня, обняли, улыбнули, сказали, что все хорошо. И убежали. Бюджет я весь перевел. Занимайтесь, что хотите делать, казах. Ну вот меня, пожалуйста. И это было создано мне просто идеально. Она такая терпеливая, такая... Ну это штучная история, конечно. И вот в этом плане для меня муза, поддержка и опора. Опора именно. Как говорят, то есть когда-нибудь на интервью скажут, на большом где-нибудь там, скажут, вот эта женщина, вот как из той самой пословицы, за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. Это абсолютно вот точно так. Мы обязательно пригласим Ангелину, но еще, Димчик, пару годочков подождем. Сейчас вот прям совсем-совсем альбом разойдется по всему миру. Это есть наша совместная песня, кстати. Да ты что? Да. Вот оно как. Ну-ка, расскажи, пожалуйста, об этом. Совместную песню. Началось все с того, что ее подруги просто... А вы запишите с Ильей песни совместные там. Мы иногда выкладываем какие-то видео у меня в социальных сетях. И как-то мы хорошо звучим вместе, это правда. Ну запишите, запишите. Я такой подумал, ну ладно, почему нет. Потому что я, как бы, она муза моя, но я не хотел бы там писать там... Ангелина, моя ты любовь. Так красиво! Ну почему? Ну почему? Ну как-то мне кажется, что-то пошло вон. А может быть, ей бы тоже очень хотелось этого. Вот эти мужчины, я не знаю просто. Хорошо, так. И в итоге ты написал... Слушай, ну ты ничуть не хуже, Илюш, написал, если бы не ты. Да, здесь я такой подумал. Ну, блин, было бы здорово, конечно, иметь такую композицию, которая стала бы вечным памятником наших. Вот памятник нерукотворный. Я создал такую композицию, она называется «Если бы не ты», там я и Гелезу, то есть вопрос-ответ, как бы диалог. И разрывной припев, все в лучших традициях жанра. Вот фильм «Леди Гага» и «Брэдли Купер». Нельзя было, да? Почему? Все отлично. Да, я просто уже... Мне невероятно интересно уже послушать, я уже поэтому улетела туда. Да, в трек, в этот, в клип. Вот эта вот история двух людей, максимально классический стиль любовных композиций. Какие вы молодцы! Значит, в клипе мы тоже Гелию увидим? О, да, она прилетала в Армению тоже на один день буквально. Прилетела, мы поехали в гору, сняли и я ее отправил. Вот это вы молодцы! Это очень интересно, прям ждем-ждем теперь с еще большим нетерпением. Ну а сейчас, надеюсь, дождемся от тебя исполнения. Что это будет? Песня называется «Планета», и написана она за 15 минут. Летом просто как на меня что-то сняли. Я уехал из Москвы далеко и сел на травушку, муравушку с гитары передохнуть. Сел и просто, я ее не то что сочинял, я ее просто... Просто сразу спел, от начала до конца. Я ее спел, я просто ее исполнил. Классно! А кто-то в этот момент держал диктофон или сразу на камеру, на видео снимали? А, ты на запись включил сразу? Включил, да, сразу. Потому что было у тебя такое, что вот не записал и все, улетело? Было, было. Классные вещи улетели? Я думаю, самые классные не улетят. Нет, ну-ну, слава богу. Ну, давай. Что такое счастье? Каждому свое. Что такое радость? Каждому чуть-чуть еще. Что такое солнце? Греет не всякого. Но только того, кто любит одинаково. И тучи, что весь месяц действуют на нервы. И гроза, что весь день барабанит стерва. И осень, что пришла после жаркого лета. Главное слышно сердцебиение планеты. Главное слышно сердцебиение планеты. Видимо, она что-то знает. Что такое плохо? А что хорошо? Разве скажет кто-то? Ведь человек не знает ничего. Я спрошу у реки, что торопится куда-то. Видимо, она, видимо, она что-то знает о том, куда падают ракеты, о том, кто хранит все секреты. О том, кто будет после человека. Главное слышно сердцебиение планеты. Главное слышно сердцебиение планеты. Главное слышно сердцебиение планеты. Главное слышно сердцебиение планеты. Да, это факт. Илья Гиреев, друзья, спасибо тебе огромное. Это да, это прям очень-очень здорово. Я очень хочу тебя попросить высказаться. Даже не знаю, просить тебя мягче это делать. Или прям руби правду, матку, что называется. По поводу, что ты думаешь про современную музыку в России? Вот про наше время. Прям вот давай возьмем 3 июня 2019 года. Она пластиковая. Абсолютно пластиковая. С огромным количеством ГМО. Не хочу быть... Я не блюжу, я не... Это просто... Я понимаю, что людям это не нравится слышать. Ну подожди, ты же не сам вышел с таким лозунгом. Тебя спросили. Я спросила, нам действительно интересно это знать. Хотя, честно говоря, с кем я общаюсь, все так тоже думают. Я тебе даже больше хочу сказать. Многие приходят сюда на твоем месте и говорят такие же слова. Но многие из них делают такую же музыку и говорят, честно, и признаются. А это зато мне приносит прибыль. Вот, да. Но как раз мне кажется, что это самая опасная штука, когда творец идет с собой на сделку и пишет о том, о чем не нужно вообще, не нужно это вспоминать, эту чернуху всю. По музыке. Ну давайте попроще, давайте. Ну вот так мы и будем попроще. Такая у нас и будет культура и музыка. Все будет попроще, чтобы было веселее. Но этот пластик уже настолько всех мыслящих ребят достал, что мы делаем не пластик и как бы это не звучало там. Мы делаем не пластик, мы делаем музыку. Да, это понятно. Есть ли какие-то хорошие перспективы, какие-то радужные, как ты думаешь? Я имею в виду страну в целом. Я думаю, что да. Такую массовую историю. Я чувствую запрос на живое. Уже на что-то искреннее, живое, настоящее. Да, мне кажется, настолько все кушали с этим. Просто заболели животики. И хочется, я слышу этот запрос, я чувствую его. Дорогой Илья, спасибо тебе. Вот видишь, как здорово, что ты оказался и в нашей студии. Спасибо большое. Ты существуешь уже давно в нашей стране как музыкант, как творческая единица. Человек, который, конечно, на слуху у многих абсолютно, и как сольные артисты, как сотрудничавшие с огромным количеством. Правда, даже, простишь меня, надеюсь, не стану перечислять это. Ну, это все, просто там все, 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 да. Почти. Почти, скажем так, да. Я хочу тебе сказать большое спасибо за то, что ты делаешь. За то, что ты мыслишь именно так. Ты прям творишь. И альбом «Слушай, молись, люби». Он, правда, какой-то особенный. Он должен еще очень много сознания перевернуть, я думаю, так. Мне прям хочется долго говорить, философствовать. Ну, нет, лучше просто слушать, скачивать и смотреть клипы в эфире телерадиоканал «Страна ФМ» Илья Киреева, разумеется. Илюш, спасибо тебе большое. Спасибо. Мы тебя всегда рады и ждем. Спасибо. Спасибо огромное. До новых встреч. Спасибо и вам. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна ФМ».